Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Марта Андрейченко, представитель инициативной группы поселка Немчиновка. Здравствуйте, Марта! Здравствуйте! Вместе с вашими активными и неравнодушными жителями в минувшие выходные, точнее 9 июня, в Немчиновке прошло сразу две экологических акции. Как родилась идея не просто навести порядок, но и дать мусору второй жизни? Идея родилась довольно спонтанно. Мы часто прогуливаемся по улице между храмом и ЖД-станцией. И я просто обратила внимание, что все, что там валяется, это можно было бы отправить на переработку, потому что там лежало много. И поскольку мы сами занимаемся раздельным сбором не так давно, я подумала, почему бы не совместить наш вывоз раздельного вторичного сырья, который мы собрали, и не провести там субботник. И все вместе могло бы получиться все очень интересно. Но сколько жителей вообще активно поддержали вашу инициативу, вашу идею? Сколько все-таки оказалось неравнодушных соседей, друзей? На удивление, неравнодушных людей оказалось очень много. Для проведения субботника я пригласила клуб «Благость», чтобы они собрали все вторичное сырье, помыли его, разложили по категориям. А для раздельного сбора я оповестила соседей, чтобы они тоже могли принести то, что у них есть, то, что они успеют собрать за это время. И оказалось, что порядка 20 человек в Немчиновке уже осознанно занимаются раздельным сбором. И все, кто проходили мимо и видели нашу акцию, они тоже интересовались, спрашивали и обещали в следующий раз подключиться. На какие категории разбивали мусор? И все-таки, если по объему, чего оказалось больше? Все вторичное сырье мы разбивали на следующие категории. Это пластик. Пластик, он тоже разбивается на подвиды. Ну, не будем углубляться. Грубо говоря, это пластик, металл, стекло и бумага. Какая категория победила? Чего на этом отрезке между храмом и железнодорожной станцией Немчинок оказалось больше? На самом деле, больше всего было пластика. Участок достаточно оживленный, там постоянно ходят люди. Все-таки, когда вы проводили непосредственно экологическую акцию, были ли те, которые, ну вот, они шли-шли-шли, им хотелось что-то выбросить, но они уже не стали этого делать, естественно. А может быть, наоборот, примкнули к вашим рядам. Да, вы действительно угадали. Были люди, которые шли, даже, может быть, они собирались оставить бутылку, которая была у них в руках на дороге, как обычно, но они увидели, как все проходит и действительно присоединились. Мы выдали им перчатки, они стали вместе с нами собирать. Ну, то есть, получается, что благодаря вашей инициативе все-таки удалось немножечко, ну, как-то попытаться хотя бы поменять менталитет и отношение конкретно, ну, к своему дому. Все-таки в поселке живут сами именно те граждане, которые и оставляют весь этот мусор. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Вы знаете, я не считаю, что в моих силах изменить что-то в мире в глобальном плане, да, но вот я лично точно знаю, что я могу действовать в рамках своего дома, в рамках своей улицы. Это мне по силам. Я мама в декрете, у меня есть время выйти с мешком один раз в воскресенье поубираться. Вместе с ребенком, кстати, приучать ее тоже к этому. Поэтому мы не пытаемся сделать что-то в глобальном плане. Нет, мы просто действуем вот локально, здесь конкретно, где мы можем действовать. Я обратилась в местную администрацию в общем порядке, без каких-либо очередей и проблем. Рассказала о том мероприятии, которое мы собираемся провести, и попросила информационную поддержку и кое-что из инвентаря. И нам абсолютно легко все выдали, как бы администрация обрадовалась нашей инициативе, обещали помогать нам и впредь, если мы будем проводить подобные мероприятия. Поэтому я, честно сказать, была очень рада такому сотрудничеству. И вот как показала эта акция, именно вместе не надо никого винить, что жители мусорят или администрация не убирает. Хватит этих разговоров, пора их бросить. Пора вместе просто взять мешки, выйти на улицу и убраться. И все, хватит спорить. Все-таки это одноразовая такая акция, либо это история с продолжением? Это история с продолжением. Как по итогам общения с местными жителями, мы поняли, что мы хотим дальше заниматься раздельным сбором, который будет отправлять все вторичное сырье на переработку. Это очень важно. У нас в стране 2500 мусороперерабатывающих предприятий, и они загружены максимум на 50%, 50-60%. Поэтому нам надо их загружать. Как была организована логистика? Как раздельный мусор отправился на переработку? Существует такое движение, раздельный сбор. Они приехали, приехала эко-такси от раздельного сбора, и они подсказали нам даже где-то что-то по сортировке, если мы ошиблись. И все забрали, увезли на специальный склад. На этом складе все будет сортироваться дальше. Ну, то есть наши подписанные мешки, они дальше отправятся каждый в свое нужное место, и потом оттуда все уедет непосредственно на переработку. Ну, наверняка возникал вопрос, а что из этого может получиться? Ну, например, из мешка стекла. Сколько в дальнейшем может получиться новых, допустим, бутылок или емкостей? Задавали такие вопросы? Вы знаете, на удивление, такие вопросы не задавали. И мало того, я тоже этими вопросами не задаюсь, поскольку я не эколог, я обычная мама, которая занимается этим, чтобы передать своей дочери культуру осознанного потребления. Потому что для нас раздельный сбор – это не блажь, это не какая-то там глобальная цель, это просто необходимость. Мы все вместе должны прийти к тому, что пора нести ответственность за наш праздный образ жизни. Нам все вместе пора собраться и начать потреблять осознанно. Ну, в общем-то, с 1 января вступили поправки в обращение с ТКО. Я так понимаю, что вы эту идею поддержали на 100%, ну, именно раздельный сбор мусора. И, в общем-то, активно помогаете в этом разобраться, в том числе и своим соседям, друзьям, коллегам. Да, действительно, мы общаемся и с соседями, и с друзьями. Клуб «Лагость» проводил активную просветительскую работу. Вот, хотелось бы, чтобы эта инициатива прижилась в селении Мчиновка и получила там свое дальнейшее развитие. Мы очень ждем, когда у нас будут стоять контейнеры для раздельного сбора, когда они будут разных цветов. Но существует такая проблема, что даже если их поставят для раздельного сбора, не хватает еще просветительской какой-то деятельности, что же можно отправлять на вторичную переработку, а что нельзя отправлять. Ну, вы, в общем-то, готовы. Вы уже в самом начале нашей программы сказали, что вы мама в декрете. В общем-то, у вас, ну, естественно, есть ребенок, есть домашние дела, но остается какое-то время, которое вы готовы отдать на общественных началах. И, в общем-то, в том числе, я так понимаю, возглавить это движение и объяснять людям, как правильно разделять мусор, как дать ему вторую жизнь, не просто выкинуть, например, бутылку и забыть о ней. Ну, я точно готова вести просветительскую деятельность. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы вместе справимся с этим. Сколько всего в общей численности приняло участие человек в акции? В общей численности около 50. То есть на субботнике было 30 человек, и еще около 20 человек принесли вторичное сырье на переработку. Главное, что мы должны помнить, это действовать без фанатизма. Раздельный сбор, он не должен вредить семейным отношениям, если к этому не готовы близкие люди, потому что это не одна мусорка, а целых две мусорки. Кстати, кто у вас в семье следит? Вы? Затем в какой пакет что раскладывается? Начал все мой муж. То есть все-таки супруг был первопроходцем? Да. Но вы сразу вот втянулись, или было все-таки первоначально какое-то такое, ну, отторжение? Ну, зачем? Ну, вот так все привычно, один мешок, все понятно. А тут сразу два. Нужно думать, куда что положить. Ну, конкретно у нас дома, поскольку мы живем в частном секторе, три мешка. Один – это сжигание, ну, то, что мы используем для костра. А конкретно один мешок – это то, что мы отправляем, ну, контейнер, который мы отправляем в огород, как компост. И вот контейнер вторичное сырье. Ну, первое время, честно вам скажу, ну, не буду лгать, действительно, было некомфортно. Потому что, что касается вторичного сырья и пластика, нужно смотреть его маркировку и понимать, пойдет это на переработку, не пойдет на переработку. Там, PET-1, 02-HDPE, ты смотришь, читаешь, не понимаешь, где вообще эта маркировка, где ее найти. Первую неделю было трудно. Потом я уже с закрытыми глазами знаю, что вот этот творожок, который ест моя дочка, это точно на переработку. Вот это молоко, которое мы покупаем, это точно сюда. То есть буквально одна неделя ушла на то, чтобы привыкнуть, и я уже с закрытыми глазами могу это делать. Просто, наверное, нужно перешагнуть, да, вот эту ступеньку, наверное, побороться со своей ленью в том числе, и тогда все получится. Ну, честно вам скажу, это даже не занимает много времени. Это даже приятно делать, это радостно делать, потому что я понимаю, что, когда я уйду, моим детям после меня останется не грязь и истощенная планета, но все-таки я свой вклад внесу в то, чтобы им остался чистый дом, чистый двор. Зеленый. Зеленый, да, чтобы там что-то росло. И все это не было завалено горами мусора. Ну, собственно, к чему все стремимся, стремится вся страна, все жители, конечно, с введением раздельного сбора мусора мы все очень надеемся, что экологическая ситуация будет меняться и меняться только в лучшую сторону. Ну, я вижу все предпосылки к этому. Спасибо, Марта, за интересную беседу, не останавливайтесь, и, я думаю, своим примером вы вдохновите еще не один десяток жителей, не только села Немчиновка. Спасибо вам за поддержку. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.